Украина начнёт контрнаступление, пойдёт на юг, дойдёт до Мелитополя, быстро прорвётся к Чиангару, там не до большой расстояния. И, собственно, всё. Они готовы были расстрелять Зеленского и говорить, что что вы сопротивляетесь, мы задачу решили. Всегда общение с Путиным напоминало вербовку. Он кончит плохо. Лежащий в луже мочи Путин. Уж не знаю, там отравленный или ещё каким-то там… Мочи своей или чужой? Сосать он обожает. Ну так извините, если ты этим занимаешься, то, дружок, надо за это отвечать. Её вербанули или что-то сделали в тюрьме. Если жопу показывать по телевидению 24 часа, все будут думать, что это и есть лицо. Победа скоро. Ближе, чем мы думаем. Марк Фейгин. Родился 3 июня 1971 года в Куйбышеве, ныне Самара. Российский политик, юрист, общественный деятель, видеоблогер. Экс-депутат Государственной Думы России, один из лидеров российской оппозиции. Женат, имеет сына. Марк, добрый день. Рад приветствовать, Дмитрий. Рад вас видеть. Взаимно. Я, честно говоря, всё время же с вами общаюсь по скайпу и по стримярду. Я не предполагал, что вы такой высокий. А я предупреждал всех. Я никогда этого не скрывал. Кстати, многие не верят. Какой у вас рост? Ну, метр девяносто шесть. Метр девяносто шесть? Да. Вы в баскетбол не играли? Ну, я играл, но неуспешно. В детстве всех таких заставляли. Метр девяносто я буду вытягиваться, рядом с вами иду. Ну, да нет, вы тоже не сильно уступаетесь. Не торопитесь, не торопитесь. Мы никуда не спешим. Сегодня будем гулять, разговаривать. Вы в Киеве много раз бывали? Много, много, много. У вас любимые места есть? Ну, я бы сказал, Андреевский спуск, видимо. Скорее так. Скорее так. Ну, он мне немного детство моё напоминает. Я его провёл на Волге. У меня родной город Самара. Сейчас он называется тогда Куйбышев. Что-то такое напоминает. Старая Самара. Купеческая, да? Да, немножко такая провинциальная, купеческая. Я думаю, что в Киеве тоже такие места есть. Скажите, во время войны полномасштабной вы в Киеве не были ни разу? Нет, не случилось, потому что я вёл активно канал, и тут нужно было выбирать. Сейчас я уже могу себе это позволить. Но поездка осложнена была бы временем и так далее. Нужно было пропускать какие-то дни. С Арестовичем мы выходили каждый день. Да, да. И, соответственно, возможности приехать так, чтобы без ущерба для эфиров не было. То есть в том, что вы не приезжали в Киев во время полномасштабной войны, виноват Арестович? Ну, он... И благодаря ему тоже, я бы сказал. Киев изменился? Военный Киев – это другой город? Вот я, честно говоря, ждал, что я увижу совсем другой город. Но мне так кажется, что в общем и целом, я только с утра здесь, я приехал на поезде. Мне кажется, так сильных изменений нет внешне. Вы приехали вообще в лучшее время, когда цветут каштаны. О, слава Богу, слава Богу. Начало мая, середина мая. Самое лучшее время в Киеве. Да. Когда-то, конечно, здесь на Крещатике, времен моего детства, невозможно было пройти, всё было в тени каштанов. Такая красота была. Кому-то они мешали, видно, сейчас такого нет. Но ничего, тоже неплохо. Тоже неплохо, тоже неплохо. Киев, он такой зелёненький город. Да, один из самых зелёных городов мира. Да, да, да. Скажите, вот вы родились в Куйбышеве. Да. В Куйбышев, который стал Самарой. Да. Мама русская. Мама русская. Папа юрист. Папа еврей. Он юрист. Я в том смысле и спрашиваю. Да, именно так. Чем родители занимались? У меня родители были инженеры-строители на железной дороге. Отец заканчивал своё время. Железнодорожный институт у себя на родине в Минске. Ну, он из Гомеля. Он из Минска, из Гомеля. Он из Гомеля, да. Ну, в Минске был единственный институт. По пятому пункту он не смог поступить в горный институт в Ленинграде. А по шестому? По шестому только железнодорожником-строителем. Вот, пожалуйста, да. Ну, и всё. И, собственно, мать моя тоже была инженером. В общем, такой у них был непростой брак, в известном смысле. Двое детей. Я младший. Детство в Куйбышеве, в советском Куйбышеве, в который, кстати, во время Второй мировой войны переехало всё руководство, практически всё руководство Советского Союза. Сталин тоже должен был туда отбыть. Но он не поехал. Он понял, что не надо. Я думаю, что у него какие-то были другие планы, потому что ему даже построили бункер. Это знаменитый объект. В Куйбышеве. Да, он прямо есть. Он сейчас является выставочным объектом. Если раньше с таким каким-то презрением в 90-м, сейчас придыхание. Ну, атмосфера изменилась. А вы знаете, я много думал, почему вот он, согласно легенде, он приехал уже на вокзал. Да. Прохаживался около поезда. И в последний момент сказал, нет, поехали назад. Я долго думал над этим. Ваша версия какая? Ну, я думаю, он боялся потерять власть. Правильно. В том числе. Потому что на самом деле фронт это по отношению к нему из военных была. То есть он как бы понимал, что в условиях войны он может потерять власть. Он же был ответственный и за репрессии, и за поражение первых мест. За всё. Я думаю, что... А потом он боялся армии. Он армии боялся. Он её убивал постоянно. Поэтому заговор Тухачевского тому свидетельствует, потому что я уверен... А вы тоже считаете, что был заговор? Я считаю, что был заговор. То есть Тухачевский видел, что до него дойдёт. То есть его убьют. И мне кажется, что он же из пяти маршалов был один из. Троих же расстреляли. Нет. Да, расстреляли из пяти троих. Блюхель, Егорова и Тухачевского. Ворошилов-Будённый остались. Да, Ворошилов-Будённый можно не считать. Это не маршал. Лицепартийный. Это не маршал. Нет, нет. Он был профессионал военным, поэтому он понимал. Я думаю, что заговор был. Другое дело, что... Ну, может быть, у него был какое-то другое значение. Не то, которое немцы, подбросив эти документы, предавали этому. Так что так. Вы знаете, я вспоминаю, ведь первые дни войны он был совершенно ошарашен. Он же считал, что война не начнётся. И уехал на дачу. И когда соратники приехали к нему, он вышел испуганный. Он думал, что они приехали его арестовывать. Да. Думаю, так оно и было. Хорошо. Куйбышев, что вы закончили? Я закончил там в университет, юридический факультет. Да. Закончил его где-то это был уже 88-й год. Точнее, нет, 88-й поступил. Поступил. А закончил уже, когда стал депутатом. То есть это уже был последний год. Моего курса совпал. То есть я поступил студентом юридического факультета. И это уже был, по-моему, 95-й или 96-й год. Мне пришлось совмещать это с депутатской деятельностью. И после этого я уже получал только второе и третье образование. Они такие были бизнес-школы МБА, дипломатическая академия. Тогда модно было в конце 90-х депутатам и всяким таким лицам. Ну, получить какое-то второе уже не советское образование. Вот так считалось. Очень формально. Как вы почувствовали перестройку вообще в Куйбышеве? Вы знаете, я... Как вы ощутили, что что-то другое идет? Я... Не, это я очень рано ощутил. Это было очень рано. То есть потому что я участвовал в оппозиции антикоммунистической. И поэтому я был частью перемен. Не любили коммунистов? Не любил я коммунистов. А за что их было любить? Я их сейчас просто презираю. Но суть не в этом. То есть могут быть люди, могут быть идеологи. Но тогда это все было, честно говоря, ну, не просто бунтарским порывом молодежи. Я был очень молодой человек. Но тогда уже было ясно, что все это летит в тар-тарары. И на смену этому должно прийти что-то новое. Что-то более лучшее. Поэтому это было общим таким местом. Все так чувствовали. Да, а все говорят, что маленький... У вас хороший смак. Все передачи. Все, все, все. Марк, скажите, как вы оказались в Москве? Вы же стали депутатом Государственной Думы России первого созыва в 1994 году. Да, это произошло в результате быстрых событий в связи с указом Ельцина 1400. Я в тот момент в городе был очень известным оппозиционером таким, что ли, молодым человеком. Я стоял в таких радикальных, скорее, организациях. Но тогда был момент быстрого создания объединений предвыборных. Дем-Россия, Выбор России. И я возглавил местный штаб Выбора России. А кто-то же должен был, правильно? Да, да, да. Но это был партийный список. Поэтому было логично, что руководитель объединения местного становится во главе списка. Причем мне очень протекционировал Егор Гайдар. Я с ним встретился. А он считал, что я такой молодой, мне скоро 22 исполнилось года. Что хорошо, что будет во фракции такой молодой человек. Можно будет говорить, смотрите, у нас есть люди, которые в таком нежном возрасте могут стать парламентарем. А какое впечатление он на вас произвел? Вы знаете, я к нему сохранил такие теплые чувства, потому что мы почти до конца его смерти, вот до смерти, а с ним периодически общались, мы не были друзьями. Он был руководителем фракции. Но вы знаете, в нем все-таки было больше искренности. Я бы сказал, что... Да, в отличие от Чубайства, в нем расчеты было куда меньше. Он пил, например. Да. Сильно. Ужасно пил. И как бы мы это знали. Пьющий еврей страшное дело. Ну, видите как, у него наследственное, у него и отец, в общем, поддавал. В общем, так как-то судьба так сложилась. Понятно, почему Ельцин его выдвинул теперь. Не знаю, он не присутствовал на их излияниях, но я думаю, что не это главное. Он был, безусловно, большим умом, как экономист. Безусловно. Это был очень серьезный ученый. Хуже практик. Как управленец он уступал сильно. Но, повторяю, у меня с ним были очень хорошие отношения. И я думаю, что он даже сильнее стал пить, когда пришел к власти Путин. И было понятно, что с этим как-то надо жить. Когда вы попали в Госдуму, какой вы ее увидели изнутри? Что это было? Первая Госдума. Демократическая. Ну, она реально была избрана. Она реально была свободной. В том смысле, там было, по-моему, 8 фракций. Там было место для дискуссий? Было место для дискуссий. И вы знаете, там для чего только не было места. Даже для драк. Просто-напросто Госдума была такой, я бы сказал... Первая Госдума сумбурная. Сумбурная. Это был переходный период по Конституции. Двухлетняя Дума. И кого там только не было. Как в Новом Ковчеге. Все твари там собрались. И в этом смысле... И некоторым тварям было по паре еще. Абсолютно. И это, конечно, произвело на меня такое впечатление, что я увидел разный очень интеллектуальный уровень. То есть там были люди из бывшего партийного прошлого. Какая-то номенклатура, да? Которые состояли в КПСС и как-то спаслись через КПРФ Зюганова. Были люди совершенно новые типы бизнесменов разного рода. Нарождающегося класса. Были люди, скорее, очень, что ли, отвлеченные от практической деятельности. Ученых много было. Каких-то людей с профессорским образованием. Вот у нас во фракции «Выбор России» таких было преизбыточно. Они очень были неуклюжи в практической политике, в каких-то аппаратных интригах. Но с точки зрения интеллектуальных знаний не читали тому дерьму, что сейчас есть. Совсем не читали. Сейчас это вообще кошмар. Сейчас что-то совершенно ужасающее. Ужасающее. Животное. Да. Поэтому, вы знаете, в такой думе, конечно, было невозможно кем-то понукать, заставлять. Я вот часто голосовал не так, как решала фракция. Я помню, я голосовал против бюджета. Вот такое принятие бюджета. Хотя это была консолидированная позиция. Ну, какие-то там постановления, резолюции. То есть, я бы сказал, что свободы было много. Свободы было много. Но вы туда тоже непростым парнем пришли. Вы же повоевать успели в Боснии, да? Вы знаете, я бы сказал, это раз за разом мне как бы спрашивают. Это все приходилось на начало 90-х годов, когда очень сумбурное было время. Очень хотелось воевать. Не то, чтобы мне хотелось воевать. Но так сложились обстоятельства, я состоял одно время в организации, которая такого правоцентрического толка. Ведь не было. Ну, нет, это правоцентрическая НТС, Народно-Трудовой Союз. Это было потом превратившееся в обычное либеральное объединение. В котором были разные люди. Но, повторяю, это же не было, как многим сейчас кажется, они с расстояния 30 с лишним лет говорят, что в этом была какая-то моя идеологическая испорченность, что я какой-то имперец. Не было ничего. Не было ни Путиных, не было ни имперской политики Москвы. Были разные государства. Со мной там находились люди из Украины, я их знаю, они сейчас живут здесь. Которые тоже находились в этих же... Но вы воевали реально? Ну, это были обычные окопные бои, безусловно. С автоматом? Ну, а как? Без автомата ничего делать. Да, он был югославского образца. Но это идеология была? Вот что вы защищали в Боснии? Вы знаете, я вас уверяю, в тот момент большая часть людей, 90-е яхта Кимонос, это была чистая авантюра. Поэтому я бы не сказал, что... И что избыток людей сильно идеологических там был. Они были, но они были совершенно в других концах. Жентльмены удачи, да? Ну, многие были, вы знаете, там были люди, которые и сидевшие, и какие-то водители трамвая, я помню, одного из России. Очень странный, он сгорел потом. Были разные люди, и поэтому оценивать с сегодняшнего дня, что есть какая-то зависимость от событий вот сейчас в Украине, ну, нет вообще. Вообще никто не думал о том, что в это, во все, все выльется. Но вы в окопах были и стреляли. Был, был. Убивали кого-то? Нет, я никого не убивал. Риск был большой? Ну, риск был такой же, как и, может быть, сейчас, только сейчас он гораздо больший в силу того, что сейчас война-то масштабом другим. Сколько вы там провели? Я провел, наверное, что-то вроде около месяца, наверное. Получилось так, если говорить чисто времени. Но это было, еще раз хочу подчеркнуть, что это не было какой-то там историей, которая, не знаю, там, можно меня упрекнуть или еще что-то. Понятно. Это все было... Это молодость. Это была молодость 30 лет назад. Много каких людей побывали в разных таких местах. И это абсолютно не оставило следа. Вот тут часто Невзорова упоминают. Он же ведь действительно человек в тот момент был совершенно диаметрально противоположным взглядом. Да? Да. А прошел очень сложную судьбу. Ну, нынче понятно. Трансформацию. Трансформацию, да. То есть, надо сказать, что к нему тогда масса была претензий. В связи с этим движением «Наши» тогда называлось. То, что он поехал, защищал этот рижский ОМОН и так далее. Если оценивать позиции сегодняшнего, это ужасающе. Но тогда вроде как это все выглядело как некая такая идеологическая перверсия. Фронда. И фронда, и какой-то вызов и так далее. Я не оправдываю всего того, что было тогда. Я просто говорю сейчас, когда он осужден на 9 лет в России заочно. Да. И является гражданином Украины. И является гражданином Украины. То есть, с Украиной он не воевал. Поэтому эти адресовать упреки зачастую не к чему. Потому что любой биографии можно что-то найти упречное. Кто в Первой Думе был самый яркий, на ваш взгляд? Ну, видите, как оценивать? Ярким с точки зрения такой экзальтации и эксцентрики был, конечно, Жириновский. Факт остается фактом. Там были люди, которые канули в безвестность. Но в тот момент представляли из себя, ну, такие фигуры политического масштаба, очень видные. Некоторые даже неизвестные. Не в Украине, сейчас еще в России никто не вспомнит. Тут у меня был приятель Виталик Савицкий. Он погиб. В 95-м году, еще будучи депутатом, машина врезалась. Он из Питера был. Знал, конечно, всех этих Путиных и так далее. Бандитская Петербург. Да, да, да. Но он был очень правильный человек. Он возглавлял Российскую христианско-демократическую партию им созданную. Он из бывших диссидентов был. И он был очень ярким. Кто сейчас его знает? Кто сейчас о нем вспоминает? А это был очень яркий Виталий Савицкий, был политик. Ну, были и другие, конечно, которые мы помним и знаем. Но вы тогда понимали, что Жириновский агент, не агент, а проект, продукт КГБ? Да, конечно, конечно. Если бы не было никаких сомнений, начиная еще с его первого проекта ЛДПСС, либерально-демократическая партия Советского Союза, был очевиден, там Богачев еще был такой создавал. Сейчас кто это все помнит? Это было очевидно. Жириновский пришел на первый съезд Демсоюза к Новодворской. Он пришел, он был юрисконсультом. Но его послали, сказали в 88-м году, иди, сходи, понюхай. Да, да, да. Он сходил и создал как бы альтернативную партию ЛДПСС. Кто об этом сейчас помнит? Кто об этом знает? Это дела 35-летней дамы. Вы с ним общались с Жириновским? Я с ним коротко общался несколько раз. А с Ельцином? С Ельцином лично я никогда не общался. Он выступал на мероприятиях, имеется в виду, в Государственной Думе. Я был на его этих, но лично я не общался, потому что это был закрытый аппарат власти. Туда-туда даже депутатов-то не подпускали. После депутатского опыта в Госдуме вы в течение 10, по-моему, лет были заместителем мэра Самары. Да, был. Действительно так. Ну, немало. Чем вы занимались? Нет, ну, я возглавил управление, ну, соответственно, представительство Москвы. Я занимался в основном юридическими вопросами. А ты еще в Москве больше времени проводил? Да, я просто 3-4-го времени проводил в Москве. А просли связями? Я бы сказал, что это не были такие связи аппаратные сильно. У меня мой бывший приятель мэр Самары, он стал вице-премьером, небезызвестный Алекс Сусуев. И он помогал городу. Он помогал городу, и мы благодаря этим отношениям сильно помогли. Там метро какие-то такие, знаете, проекты. Ну, как обычно, аппаратное лоббирование, так сказать, это было как бы нужно в интересах жителей. И я бы сказал, что такая блеклая работа была, неяркая, неяркая. После ухода из большой политики вы стали адвокатом, причем очень известным адвокатом. Точно так. Защищали Пусси Райт? Защищал. Какие у вас самые резонансные такие были дела? Ну, безусловно, это было дело Пусси Райт, крепко вспоминают дело Борна. Было дело потом уже украинских политзаключенных, дело Савченко, дело Эльми Умерова, дело Сущенко. По ходу дела я пытался, так сказать, в некоторых делах помогать. Когда меня просили, например, эстонское консульство, просил защищать Эстона Кохфера, такого обвиненного в шпионаже. И ряд других, то есть дел было много. То есть я и облязывал, защищал Казанского миллиарда, ну и других, но понимаете как, это мое адвокатство пришлось на период десятых годов, когда уже... Еще было можно. Еще было можно, но уже... Не очень. Суда как бы не было, но были инструменты политические для защиты людей. Я бы сказал, что я их и использовал. В этом была особенность моей работы. Я был политическим адвокатом, и мне кажется, что в десятых годах это действительно создало методологию защиты. Это единственное достоинство, потому что процессуальные средства не действовали, а сейчас все кончилось, ну уже какое-то время вообще все кончилось. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная, вроде чашечка. Вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Надежда Савченко. Самое громкое дело после 2014 года. Да. После аннексии Крыма и агрессии на Донбассе российской. Ну, весь мир об этом говорил. Так и есть. Президенты, премьер-министры. Да, да. Порошенко с Путиным периодически общались на эту тему. Да и Барак Обама разговаривал с Путиным. Лично сам Барак Обама. Да. В марте 16-го. Да. А скажите, пожалуйста, почему вы взялись за это дело? Вы знаете, меня просто попросили. Меня попросили. Это шло от консульского управления МИДа, я так помню. Украинского. Да, да, да. Они знали меня по делу Пуссирает. Ну, и какая-то была репутация, несмотря на то, что ее постоянно демпинговали. Изображали из меня человека, ну, такого чопорного, себелюбивого и как пренебрегающего процессуальными методами в адвокатуре. Но все понимали, что просто суд ее не освободит. Нужен какой-то другой инструментарий. И ко мне обратились. И, собственно говоря, я поразмышлял, что можно сделать. И тактику, которую я выбрал и предложил МИДу, она, в общем, сработала. Вот о чем. Вы помните свою первую встречу с Надей? Да. Это было в Воронежском СИЗО. О, в Воронеж поехали. Да, да. Ее перевезли тогда из так называемого ДНР. ДНР, из-под Донецка, по-моему, она где-то там в какой-то школе была. А, извиняюсь, из Луганска. Из Луганска. Да, из Луганска ее перевезли. И она, значит, находилась в Воронежском СИЗО. Якобы она сама перешла границу, естественно. Вот. И я, да, я к ней пришел в СИЗО и с ней там побеседовал. Я увидел, что она человек, конечно, специфический. В чем выражалась специфика? Ну, она немного взбалмошная всегда была. То есть очень убежденная, что она чем-то управляет, что она вот сама может что-то. Дерзкая? Дерзкая, грубоватая. Но мне она казалась человеком убежденным, так сказать, проукраинский убежденным. Ну, и в этом смысле у меня не было сомнений, что она достойна такой защиты и внимания такого и так далее. Вы ее книжку прочитали, которую она написала в тюрьме? Вы знаете, я ее в тот момент, когда передавал главы, я что-то читал. После уже окончания всего я уже ничего не читал. Вы ощущали давление России в этом процессе? Государство России? Ну, еще бы. Постоянное. Вас предупреждали или вам что-то говорили? Вы знаете, дело в том, что я за всю свою жизнь ни разу не разговаривал ни с одним оперативником ФСБ. Никто меня никогда не вербовал. Никто меня напрямую не угрожал. С таким ростом как вас завербовать? Ну, как бы нет. Они знали, что с такими бесполезными... Они еще, знаете, понимают, что есть род евреев таких, которые, знаете, сами себе на уме, и с ним разговаривать бесполезно, его там убеждать или, допустим, пугать. Бесполезно все равно будет по-своему вести себя. И мне кажется, они никогда не подступали, потому что видели мою длинную биографию с середины 80-х годов занятия этой деятельностью. Какой смысл? Нужно создавать для него невозможную среду. Нужно, так сказать, его постоянно там фейтить, нужно, так сказать, дефамировать, и это создаст нужный эффект. И зачастую это происходило. Они это делали как? Они постоянно пытались показать, что Савченко реально виновна в убийствах журналистов российских, что было неправдой, что она корректировала огонь. Они пытались показать, что я не адвокат, что я какой-то там политический деятель и так далее. Меня это как раз не колебало. Но они кое в чем добивались успеха. Они понижали доверие к кумулятивной вот этой главной среде. Да, конечно, что у людей утвердилось во мнении такое мифологическое представление о том, что Фейгин не адвокат, а Фейгин какой-то шоумен. Я прошу прощения, посмотрите, какая красота. Красота волшебная. Поэтому я и говорю, что... Какая красота. И вот эту красоту эта сука хочет или забрать, или разрушить. Потрясающе, да? Что с него еще взять? Потрясающе. Смотрите, как красиво. Фантастика. Слава Украине. Героям слава. Да. Сейчас, сейчас постоим. Пока переход. Так. Вот они пытались компрометировать. Да. Компрометация публичная, потому что, если бы было что-то серьезное, они бы сразу это все выложили. А поскольку за свою жизнь набор был всегда один и тот же. Он плохой адвокат. Он честолюбив до предела. Он процессуалистикой не занимается. Это при том, что я был кандидатом юридических наук. Они знали мои профессиональные способности. Не доверяйте ему. Его надо гнать. Это неправильный адвокат. И они пытались воздействовать на сообщение, чтобы она поменяла адвокатов, отказалась от адвокатов. Но это была стандартная ситуация. К каждому моему подзащитному. Она себя мужественно вела в СИЗО? Она себя вела очень добросовестно и мужественно. Я ничего не могу сказать по поводу ее нахождения в СИЗО. Не было того, что потом произошло. А что произошло потом? Я имею в виду уже после освобождения. Многие считают, что ее вербанули или что-то сделали в тюрьме. Я склоняюсь к тому, что все, что решающим образом произошло, произошло уже по ее выходу. Да, сестра на нее очень сильно воздействовала. Вы считаете, что ее завербовала Россия? Нет, нет, нет. Это были отношения с Медведчуком. Вы считаете, что у нее были? Абсолютно. Через сестру Медведчук. Вы серьезно? Да, да, да. Сто процентов. Сестра его полностью работала с Медведчуком. Он даже какие-то денежки им давал. Да, вы что? Да. Я думаю, что там оплачивали какие-то их долги, какие-то, так сказать, расходы, еще что-то. Ну и потом это же не было секретом, что Медведчук, он пытался себя выставить главным переговорщиком и успешным переговорщиком ее обмена. Понимаете? Хотя я знаю, что это не так. Что Путин бы ни на какой обмен не пошел. А почему, кстати, Путин пошел на обмен? Ну, я думаю, в тот момент, а это все-таки был 16-й год, Путин еще не был в той степени изгоем в международном сообществе. И он послушался Барака Обаму, который ему сказал, что ну, как бы женщина, то да сё, все, что вы хотели, вы выжили из ситуации. Давайте все-таки как-то ее затупим. И он пошел на этот обмен как технологию. Но если бы он не хотел ее отпускать, естественно, никакого бы обмена не было. И Медведчук его бы не уговорил. Потому что, ну, как бы менять на кого? На двоих своих военнослужащих? Так их уже тогда было в Крыму гораздо больше. В связи с событиями в Донбассе с 14-го года. Я думаю, что он хотел еще наладить отношения с Западом. Как-то пройти между струек. Решить вопрос с признанием Крыма или что-нибудь такое. И поэтому усугублять он больше не хотел. Дело было подкинуто так высоко, на медийный уровень, что нужно было его сбросить оттуда. А другого пути нет. То есть я еще раз переспрошу. Вы считаете, что Надежда Савченко работала с Медведчуком? После освобождения она полностью работала с Медведчуком. Да. И вы уверены в этом? Я абсолютно убежден. Она имела от него преференции. Потом до меня доходили сведения о том, что они о чем-то договорились. И поэтому, да, к сожалению, она пошла по другому пути. Я с ней виделся последний раз в июле 2016 года. Я пришел... Да, вот я хотел спросить, когда вы видели последний раз. Да, это был последний раз. Ее освободили, мы там проводили пресс-конференцию, все. Я пришел в июле, я ей предложил, я сказал, что твое будущее сейчас полностью зависит от тебя, и можно совершить ошибку, пойми. Займись освобождением других политзаключенных. Не лезь, мой тебе совет, как человека искушенного в политике, в президентские должности, какие-то заявления безумные. Постарайся быть просто полезным для общества. И оно это оценит. Потому что известность не конвертируется в популярности поддержки. Очень часто, да. Она думала один день, ну, там была предложена ей создать международный фонд поддержки украинских политзаключенных, нормальную, обычную, общественную инициативу, такой проект. И сказал, нет, мне этого ничего не надо, у меня свой путь, и ты больше мне этого не предлагай. Я сказал, окей. И мы с этого момента разошлись. По-моему, она мне позвонила как-то, по-моему, в ноябре последний раз. Была такая, видно, выклювшая. Что-то мне тоже рассказывала. Ну, и, в общем, больше я с ней никогда не общался. Где Надя Савченко сейчас вы не знаете? Понятия даже не имею, даже и не интересуюсь, если честно. Надежду Савченко вместе с вами защищал Илья Новиков. Да, был такой. Которого вы обвинили в работе на Кремль. Ну, в общем, да, я так считал, что он близок там. Он работал на Кремль? Я бы сказал, что он работал с чиновниками администрации президента, в частности, с Борщевским, с которым они были в одной команде. Борщевский по сей день адвокат, да? Представитель президента, а он не адвокат. Он не... Он кандидат президента был, по-моему, да? Ну, они его поставили так заплаткой. Но он представитель президента, по-моему, в федеральных органов власти каких-то. То есть он сотрудник администрации многие годы. Ну, я думаю, что не секрет, что он там какие-то связи с телевидением, с отношением к этому всему, он имел особое отношение. Кстати, не случайно, что он у Порошенко адвокатом. Это совершенно не случайно. А какая связь? Ну, я думаю, с Медведчуком связь. В тот момент это была такая связь. Связь Порошенко с Медведчуком. Ну, да. Да, я думаю так. Я думаю, конечно. Сейчас, возможно, конечно, никакой этой связи нет. И он навсегда покинув Россию, как я понимаю, испытывает известные проблемы со своим статусом, но в тот момент это было так. И это было неприемлемо. Я пригласил его в это дело на своих условиях, при которых принципиальность, непримиримость идеологическая, противостояние политическое главнейшее из условий. Ну, как и, конечно, единоначалье. Принято по этике в адвокатских группах, которые... Один командует, вторые помогают. По-другому не бывает. Если начинается развод какой-то, самодеятельность, ну, все, оно такое. Оно и потом к концу дела проявилось, это все максимально. Вот. Я очень сожалею, что я дал старт его вот этой публичной деятельности через дело. Самченко этого не следовало делать. Тем более, что я его никогда не считал каким-то большим адвокатом, серьезным. Поэтому, ну, человек один из этой адвокатской группы хотел очень прославиться на этом. Пожалуйста. Он сейчас может тоже продолжать работать на Россию? Нет, я не думаю. Сейчас изменилась принципиальная ситуация. И принципиальная я не знаю, конечно, но в тот момент его специально выделяли с тем, чтобы сказать, вот есть плохие адвокаты и хорошие. Это делал сам Медведчук. Он об этом прямо открыто говорил. Вот есть в тройке адвокатов один нормальный, это вот Новиков, он занимается профессиональной работой, чтобы было вообще не так. Это было вообще ложью. Он не занимался никакой профессиональной работой, он все время отсутствовал, он работать не хотел. Ну, что я могу сказать? Для меня было очевидно, для чего это делается и почему он в этом подыгрывает. Вот. Но еще раз повторяю, все это дело в прошлом, меня это больше не интересует. Он оказался там, где оказался и как бы аминь. Расскажите мне, пожалуйста, про Шария. Да. Для меня однозначно он очень талантливый человек. Талантливый, харизматичный. Я не считаю его талантливым, но это я уважаю ваш мнение. Харизматичный, талантливый, чистый подонок, который находится на службе у России. Со вторым я согласен. Долгие годы. Со вторым я согласен. Причем, насколько я знаю из инсайдов, из спецслужб западных, там уже все отследили, его связи с Кремлем через Ротенберга. Все эти дом его, машины, гоночные и так далее, неуплата налогов и так далее, и так далее. Это вы знаете тоже? Да. Я даже возбудил на него дело уголовное, которое продолжается в Литве за неуплату налогов и отмывание. Так что оно скоро придет к своему пику. По моему заявлению, конечно, да. Давайте так. Он является агентом России? Вне всяких сомнений. Он проблемный агент. Потому что... Шизик немножко, да? Немножко раз, но во-вторых, психика неустойчивая. Он изначально избрал линию, которая привела его вот в то, во что привела. О чем можно судить всем, да? Что такое линия? А он избрал линию, что он, конечно, против власти в Украине. То есть это его была, как сказать... Легенда. Легенда. Но он, как бы, вроде не против Украины. Но проблема заключалась в том, что ее нельзя было выдержать без войны. То есть выдержать при наличии войны. То есть война, как вот, знаете, раньше аппарат были фиксаж, или как он проявляет вот это вот. Все выявилось, все поднялось и выяснилось все совершенно очевидно, что и партия Ширия, которая создана на деньги Медведчука, да? Но это вообще для кого не секрет. И он, как спойлер, и такой, точнее, спутниковая партия по отношению к ОПЗЖ. И, соответственно, все эти деньги на его канал и то, что он приобретал на них, это все московские деньги. Что совершенно честно, сейчас никто уже за ним не следит, он периферийная фигура. Связь с Ротенбергом вы знаете, что через Ротенберга финансировали Ширия? Говорят так, да, но там, по-моему, был не один источник, он умудрялся сосать со всех сторон и, по-моему, он на этом подорвался. И до сих пор сосет? Я думаю, что какие-то источники, безусловно, остались, но у него с ним проблема, то есть он любит сосать? Сосать он обожает. Ну, он вообще такой, вы почитайте за его лексикой, посмотрите, по-моему, там все, самоаттестацию, но он постоянно апеллирует к подобного рода терминологии, так что я не знаю. Вы знаете, я за ним немножко понаблюдал, я, во-первых, изучил его биографию, всегда важно изучать биографию. Безусловно, вне всяких сомнений. Парень с неустойчивой психикой, явно склонный к шизофрении, который был игроманом, вы знаете это, да? Конечно, и в один прекрасный день настолько проигрался, что взял пистолет и выстрелил себе в висок. Я слышал об этом, не знаю, в какие последствия это. И там произошла осечка, и после этого он уверовал в бога типа, ну, как все шизики. он рассказывал сам. Да, 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 может привирал, не знаю, ну, может быть. Ну, может быть, но истероидный тип, чисто истероидный, который, видимо, очень такой трусливый. Хорошо, у вас с ним было, такой, видите, как идем по тоннелю, как раз за Шириегом. Не случайно. У вас с ним было нашумевшее дело, вы его обвинили в педофилии. Да, я бы сказал, это не совсем так. Безусловно, я считаю, что он девиантный тип, его обвинила сестра. Намного раньше, когда я даже ни представления не имел, что существует такой человек. Она его обвинила, естественно, я как бы, у меня нет оснований, скажем так, не верить сестре, а верить Ширю. С чего это мне, это ему верить, так сказать, зная, что он этот тип из себя представил. А что сказала сестра? Сестра просто обвинила в том, что он делал фотографии обнаженных детей. Ну, как это рассчитывать? В принципе, по квалификации, это безусловно, если мы состав под этим подводим, это безусловно педофилия. Ну, или как 156-я статья в Криминальном кодексе Украины, это растление несовершеннолетних. Ну, так извините, если ты этим занимаешься, то, дружок, надо за это отвечать. Но у него же жена есть. Я не знаю, как это все сочетается в его случае, это лучше как бы психологом разбираться, но, возможно, это было вызвано его желанием зарабатывать на этом деньги. Деньги у него не было в этот момент. А деньги он любит, судя по всему. Деньги он обожает, да. То есть, и он, возможно, просто на этом зарабатывал деньги, возможно, что эти девиации, они глубоко скрыты и так далее. Что происходило дальше, да? Он проиграл суды своей сестре. И вдруг он появился вот в таком ракурсе, в поле, появился общественным, публичным, касаясь меня, российской оппозиции. Сейчас уже выступают его бывшие сотрудники издания и рассказывают, потому что это был прямой заказ из Москвы, что занимайся российской оппозицией. У тебя большой блок в Ютьюбе, в социальной сети изображает, что ты борешься, значит, с недооппозицией, с какими-то идиотами и фриками, типа Фейгинах, Навальных. И он отрабатывал, получал за это деньги. И я бы никогда не обратил внимания, не стал блесть, но он стал влиять, через него влиять на дела, которые я вел как адвокат. То есть я защищал людей, и я видел, что это создает препятствия. И вынужден был реагировать, но как? Публично я не отвечал постоянно, я просто написал, что он должен разбираться со своими девятствами, со своей сестрой, которая обвиняет его в этом. Они за это зацепились, ему дали команду, открыли зеленый свет, что давай, это способ лишить Фейгина статуса, потому что, ну как, мы-то тут ни при чем, припираются два таких шиза, да, ну мы-то что. И они разыграли эту чисто нужную им администрацию президента России публичную историю с выгодой для себя максимальной. Надо отдать должное, что в какой-то момент люди на это повелись, а что, почему там, типа, значит, он его обвиняет, необоснованно, хотя на самом деле все выглядело не совсем так. Выглядело так, что была отсылка к его сестре, это вторичная была публичная информация, которая не требовала серьезного, так сказать, занятий. Это ты там занимаешься. Но они за это зацепились, сделали одно решение, не мог я этот гражданский иск, который в России при отсутствии суда по-другому среагировать, мне нельзя было уезжать, я уже защищал Сущенко, как пахнет, фантастически, да. И вот первое дело и потом для них главное было лишить статуса, они бы все равно лишили. Сейчас, кстати, чехардой адвокатов оставшихся лишают этого статуса адвокатов, которые занимаются политическими делами, кого-то уже даже сажают. Ну и все, они получили свой результат и как бы от этой истории власть отошла. Она уже занялась другими вещами, вот, но инерция у процесса такого, она всегда столь существенная, что все это продолжается и сейчас задача наказать его так, чтобы другим не было повадно. Ведь он уязвим в чем? В том, что он живет... Да, во всем. Во всем, но он живет на Западе. То есть, если бы он уехал в Москву, то ему бы все это... Удивительная история. Он, кстати, перед войной там был. Да, в Москве, да. И мы его интервью видели. Красиво. Ходил по Красной площади. Да, да, да. Удивительно. Литва дала ему политическое убежище. Но очень давно. Это было там между 11 и 12. Сейчас он в Испании живет, они его не трогают. Мы лишили его, кстати, статус убежищ, по моему заявлению. Лишили? Да, да, да. Хорошо. Испания выдаст его Украине? Как вы считаете? Ну, я бы сказал так, что Испания обязана была бы этого сделать. Но не делает. В этом нет никаких сомнений. Она этого не делает, потому что... Русские давят. Русские наверняка у него. Деньги есть на хороших адвокатов. Это же все-таки свободная система правовая. И он этой системой на ней злоупотребляет, паразитирует. Безусловно, она дает ему возможность максимально это все оттягивать. Но по сути он сейчас... Оттягивает свой конец. Вот он оттягивает его, да, оттягивается. Я просто к тому, чтобы вы понимали, Дмитрий, в отношении вас, в отношении любых других, это тоже всегда был заказ. Да, я знаю, конечно. Это был заказ. Он получал за это ко мне деньги. Он по мне работал целенаправленно. Да. Выданы деньги, он работает. Конечно. Сейчас, смотри, ты ему давай, не давай, сейчас вот он ничтожество. Сейчас он не может ничего. Просто пустое место. Да, фрик. Так сказать, он раз за разом сейчас каждый новый день подтверждает его паскудство. Понимаете? Потому что он там начинает что-то заявлять, что он теперь любит Украину. Тут же ему выкатывают видео. Из Москвы. Да, конечно. Понимаете? Раз за разом, раз за разом. Ну, то есть Шария загонят. Шария загонят однозначно. Он как минимум потерял уже свое публичное значение и влияние, потому что он проститутка. Но этого мало. Потому что когда говорят, ну да, вот он менял мнение. Не дешевая проститутка. Не дешевая. Вот в этом-то и все. Чьи деньги? Вот если бы это просто было его, знаете, перевертывание, ну, такой специфический человек, беспринципный. Но это деньги московские. Вы знаете, он еще чем потрясающий. Видно, у него было бедное детство. Ну, это точно. Потому что он все время появляется, ну, раньше я смотрел его, он появлялся. Вот смотрите, лохи, в чем я хожу. Вот у меня Луи Виттон, а вот у меня Гуччи, а вот какие кроссовки, а вот какой-то, а вот мой дом, смотрите, лохи, видите, вот, а вот моя машина, а вот, потрясающий идиот, это же, это же, вот, свидетельство такой вторичности, лишения интеллекта, отсутствие образования, отсутствие, речь даже не в самоцеле образования, образование высшее или какое-то, оно всего лишь характеристика личности. Да. Какая может быть характеристика, бог с ним, ладно, у него нет образования, но во всем-то остальном, все вместе. Да. Это создает, собственно, впечатление о человеке, как о ничтожестве полном. Беда в другом. им очаровались на какой-то момент. А потому что он талантливый, вот это то, о чем я говорю, он харизматичный, в нем это есть. Ну, может быть, что-то в нем и есть, но, честно говоря... Нельзя заставить миллионы людей смотреть пустое место. Хорошо. Нельзя. Знаете, как один полукластик сомнительный сказал, что если жопу показывать по телевидению 24 часа, все будут думать, что это и есть лицо. Но если жопа красивая. Не знаю, как насчет шария, но, в общем... Полушария. Да, да, да. Я думаю, что конец его будет печальный. Оттянутый конец будет печальный. Вот так, дорогие друзья, в поте лица подписываю для вас книги. Но уже осталось немного, слава богу. На сегодня немного. Субтитры создавал DimaTorzok это Киевская опера, оперный театр, памятник Лысенко. Сняли в целях безопасности. Кошмар. Вот это военный Киев. Вот такие приметы. Мы проходим мимо Киевского театра оперы и балета. Вы любите оперу? Я вообще люблю оперу, у меня нет времени туда ходить. А балет? Балет меньше, но балет тоже хорошо. Вы же знаете анекдот, когда Большой театр в советское время приехал в Тбилиси? Так. Звонят администратору Тбилисского оперного театра, спрашивают, скажите, балет уже приехал? Нет, балета нет. Звонят снова, балет приехал? Нет, балета еще нет. Снова, балет приехал? Балета еще нет. Ебейте, пока хор. Да, да, да. Ну, это сталинский анекдот чистый. У него, кстати, были балерины, он любил балерин. Менял. Ну, и оперные певицы были тоже. Оперные, да. Ну, вот были им точно. И поэтому такое развитие, когда говорят о русском балете, в том числе вызвано и тем, что, ну, как бы, Сталин благосклонно относился и, соответственно, вкладывался в это. В том числе. Здесь был, конечно, потрясающий состав. В 60-е годы сюда пришел директором зять Хрущева Гонтарь. Ну, понятно. И он привлек лучшие силы Гнатюк, Андротюк, Макренко, Мирошниченко, Белоруденко, Туфтина, Третьяк, Соловьяненко. Ну, это восхитительная труппа была. Кочерга. Бесборная. Лучшие певцы. Скажите, пожалуйста, мы переходим плавно, видите, увидели памятник Лысенко, без Лысенко. Переходим к войне. Полномасштабной фазе, полномасштабной истории этой войны. Вы верили, только честно-честно, вы верили, что Россия попрет полномасштабную? Да, у меня не было сомнений, меня мучили вопросы сроков и, скажем так, тактики. Мне казалось, что... Ну вот, когда американцы во всеуслышании много раз сказали, что сначала 16 февраля, а потом перенеслось на 24. 24 начнется. Вы верили в это? Да. Я уже, да. Для меня было очевидно. Я даже по этому поводу сделал несколько эфиров у себя на канале. Я выступал в украинских каналах. Я... Ну, 24 или 22, там многие говорят 22-е, 2-е, 22-е. Многие подводили под это нумерологию. Но суть того, что это уже становилось неотвратимым... Слушайте, он за год дважды передислоцировал войска к границам Украины. Он же не мог вечно их туда-сюда гонять. Ну, говорили, может, ставки повышает, может, бряцает оружием. Так, разные же разговоры. Мы, конечно, рассуждаем уже, так сказать, после, да? И нам проще сейчас оглядываться назад. Но сейчас-то мы понимаем, это было неотвратимо. Это было неизбежно. Все с 14-го года, что происходило и кончилось 22-м, 24-м февраля, было неизбежно и неотвратимо в силу того, что он все время этого хотел. Он все время этого хотел. Он просто не верил в свое поражение. Это другой вопрос. Он не верил, что это не завершится в течение двух-трех дней или там недели. Но он именно этого и хотел. Подчинить себе Украину, уничтожить украинскую нацию, показать именно на ней, на Украине свое могущество. И все. И все кончилось ничем. Все провалилось. Ваши ощущения? Этот вопрос я задаю многим и буду задавать всегда. Ваши ощущения на рассвете 24-го февраля 22-го года? Ну, это такая смесь чувства. Где вы были в это время? Я был у себя во Франции. Я же уже уехал из России. Когда вы уехали, кстати? Ну, я уехал в 20-м году. Какой вы умный. Мне уже нельзя было. Они уже собирались уже все, брать меня, поэтому они же меня предупредили. Они сами сказали. А вы не захотели, чтобы они вас взяли? Ну, понимаете как? Я для себя решил, что нет, так не пойдет, потому что я не собираюсь покончить своими политическими занятиями. А это бы к этому привело тюремное заключение, поэтому я уехал. Но я, собственно говоря, уже накануне было понятно, что что-то уже начнется. Я все-таки думал, что они будут долго бомбить. Я думал, что они будут обстрелить и сухопутные операции начнутся попозже. А когда я увидел, что они действительно начали двигаться, бронетехника, танки и так далее, я понял, что они хотят все сделать быстро и сразу, с нескольких сторон. Что логично? Что логично, потому что именно движение из Беларуси, ну понятно, просто ближе к Киевской области, Киеву, это значит, надо захватить Киев быстро. Киев. Вот это немножко меня как-то так смутило, потому что я понимал, что Киев гигантский город, это бои внутри города и так далее. То есть они готовы были пойти на спецназом взять правительственную... Ну да, расстрелять Зеленского и говорить, что вот все, что вы сопротивляетесь, мы задачу военно-политическую решили. И это была совсем глупость, потому что я понимал, что первые же загоревшиеся танки, бронетехники, убитые солдаты, их будет много, потому что раз вы пошли непосредственно личным составом, погибших будет много. Это может произвести самое неприятное, самое обескураживающее впечатление. Оно и произвело. То есть они поняли, что воевать придется посерьезно. Смысл здесь в том, что было понятно, что расчет именно на быстрый успех. А он невозможен. Он невозможен. То ли он обманулся, как многие считают. То ли они его обманули. То ли они его обманули. Ну, честно говоря, сейчас уже это как бы вопрос вкуса, считать так или и так. Но он просчитался в главном. Он посчитал, что Украина это что-то похожее на Чечню, что-то похожее на Грузию, наверное, и так далее. То есть он не оценил масштаба, соотношение с силами и средствами, которые он обладал сам. Его еще сильно в этом смысле смутил 2014 год. Он считал, что будет так же приблизительно. Что-то отвалится путем, как с Крымом, в его представлении бескровно. Что-то, значит, да, с кровью, но как в Донбассе происходило. В этом он абсолютно оказался недальновиден, выразимся так. Вы можете нарисовать психологический портрет Путина? Вот что это за человек? Исходя из того, что вы о нем знаете. Ну, скажем так, мы почти знаем о нем все по внешним признакам. Из других слов, но тем не менее за 20, почти 5 лет, там, без небольшого, я думаю, что это очень достоверный портрет. Это человек, который сочетает в главном смысле в себе невероятную закомплексованность и такую же невероятную по масштабу самоуверенность. Как это сочетается? А это всегда идет рядом, кстати. Ну, вот тем не менее. Как правило. Причем, когда бы это касалось, если бы он кладовщиком работал, это один расклад, да? Но человек, вознесшийся на такую вершину, в этой комбинации может стать абсолютным злодеем. Вот в добродетеля я не верю в его. Вообще не верю. Никак. То есть он должен был этим закончить. Конечно, здесь и воспитание, и тяжелое детство, и его образование, недотепство такое, в широком смысле, и компенсация этого недотепства походом добровольным на службу в КГБ, значит, упрашивание, чтобы его туда взяли. Хотя, я думаю, там, наверное, есть какие-то вариации, вряд ли это вам бросается. Не брали, как правило, инициативников. Я не верю, что он был инициативником. А я думаю, что у него родственники служили в КГБ, и это сыграло свою роль. Вот это, да. А так инициативникам относились плохо. Конечно, потому что, зачем он это делал? Вы про комплексы сказали, сейчас мы продолжим. говорил, рассказывал Михаил Саакашвили. Саакашвили говорил, что Путин любил с ним проводить долгие многочасовые беседы. Ему был интересен этот типаж. Он отличался сильно от остальных, причем он его принимал иногда в Москве, в Кремле, в кабинете Сталина. Да, да, да. Он говорит, вот смотри, вот это кабинет Сталина, тут Сталин сидел. Слово за слово, и он ему однажды говорит, я пацаном был голодным, нищим в Ленинграде. Проходили мы мимо гостиницы Астория, там сидели грузины, говорит, с этими волосатыми руками, жрали мясо и лапали наших девок, говорит. Вот его комплекс. Странно, что он это Саакашвили сказал. У них были всегда деньги, да, ну, может, выпил немножко, у них были всегда деньги, волосатые руки, они жрали мясо, то есть у них было мясо, бабы и деньги. Вот это был лишний повод не взлюбить грузин. Я уверен, что точно это все из детства может идти. Я бы сказал, что он вообще сильно к нациям пренебрежительно относится в целом. К русским, кстати, тоже, так сказать. он их за людей не считает. Совершенно. Конечно. Причем раз за разом это... Презрительно относится. Конечно. Но я бы сказал, что действительно Саакашвили для него был уникальным явлением, поскольку сам Саакашвили говорил, что всегда общение с Путиным напоминало вербовку. Да, да, да. Никогда не разговор. Да. И это, по-моему, очень существенный показатель. Он очаровывал. Да. Обволакивал. Да. И мне кажется, что мы вот суть его личности ухватили. Почему нам это важно? Чтобы понять, как он закончит. Да, конечно. Как он провалится, конечно. Потому что многие говорят, ну что вы все время копаете? Мы копаемся для того, чтобы найти иглу в яйце. Да, да. Может быть, даже в очень маленьком яйце. Но, тем не менее, мы ее ищем для того, чтобы ее переломить. И люди иногда считают, что это бесполезное занятие, но это не так. Люди сами по себе не уникальны. Они раз за разом повторяют миллиарды раз опыт собственных поколений предыдущих. Зачастую, так сказать, тот набор, который человеку отведен. История по кругу идет. Абсолютно. Все было недавно. Чтобы не было Путиных. Конечно. Они были. И они все равно заканчивали. Ну, понятно, могильной плитой это само собой. В бункере. Ну, в общем, да. Потом сжигали. Мы это видели все. Поэтому нужно для того, чтобы победить, а сейчас ответственный момент, когда это связано с будущим контрнаступлением, нужно просто понять, предвосхитить, чем это закончится. Если правильно предугадать, то можно избавиться и от оккупации, и от Путина. Вот что Путин, как вам кажется, чувствует вот этот год и три месяца? Какова его внутренняя трансформация? Есть ли она у него? Я думаю, она есть, но он ее умеет не показывать. Надо отдать ему это должное. Я думаю, что это, безусловно, психологическое чувство надлома, потому что он все-таки... Он надломен, вам кажется? Ну, по-своему, безусловно. Тут и возраст влияет, значение. Если бы ему было 50, я бы, думаю, он справился с этим легче. Но беда заключается у восьмого десятка в том, что в это время, на это десятилетие, нельзя проигрывать. Нельзя сильно оказаться лузером, потому что это сильнее гипертрофирует травму. Увеличивает ее. Потому что это же близкий конец, с чем ты, собственно говоря, с каким набором уйдешь. А у него это все еще отягощается тем, что ему надо спасать все время, защищать свою жизнь. А теперь еще огромного семейства, денег, окружения. То есть это усугубление в разы. И я думаю, что, конечно, он надлом этот испытал. Разочарование от собственного бессилия, от собственной немощи. Ну, в данном случае, пока она еще не физическая, но это немощь политическая, потому что, ну, слушайте, пройти путь до военного преступника с ордером, не просто патентованного, начиная с 2000 года, когда ты просто даром тебе подарили власть, и ты мог ею воспользоваться по полной, ну, слушайте, это, я бы сказал, большое, большое как бы изменение и психологическое, и изменение личностное, безусловно. То есть трансформация налицо. Да. Чем он закончит? Нет, ну, тут вообще вариантов никаких. Он кончит плохо, это первое. Значит, кончим мы все, в каком-то смысле терминальном, плохо, но он кончит гораздо хуже нас. Мы будем окружены... И дай бог, раньше. Да, любимыми детьми, родственниками, друзьями. Он кончит гораздо хуже, потому что судьба диктатора, она всегда печальна. Ну, посмотрите на Сталина, которого кто как может оценить. Ну, конец жуткий. Ну, конец жутчайший. В луже мочи. В жутчайший. В жутчайший, да. Космар. Ага. Поэтому, соответственно, конец жутчайший, и этот конец, ну, он обречен на него, потому что нельзя выступить против всего мира и проиграть. Выступи против всего мира и выиграй. Ну, сейчас при всем цинизме историческом ты проиграл. Значит, ты должен сейчас по возможности минимизировать это последствие. А как его минимизировать? Ну, хороший суд в Гааге, теплая камера. Да. Но ведь история обычная, судьба такого шанса не дает. А он понимает, что он проиграл? Он не хочет себе в этом признаваться. Ну, я не понимаю. Или я что-то не понимаю совсем. Человек не может расценивать то, что сейчас происходит, как успех, победу, ну, пусть не полный. Может, у него нет информации? Он же в интернете не бывает. Киев-то он не взял. Вот мы гуляем по Киеву. А сейчас могли стоять танки, и нас могли расстреливать. А нет. Вот ему не выкружилось. Так вместе с нами, посмотрите, сколько людей гуляют. в которые, да, спокойно гуляют. В субботу, май. Он бомбит, никто не идет никуда, гуляет, радуется жизни. Да, посылают его нахуй. Летают, да, летают дроны, все стоят, снимают, смеются. Ну, фантастика. Фантастика. Ну, так он нам уже проиграл. Он же хотел другому, он хотел внушить страх, он хотел, чтобы люди падали ниц, боялись, просили о пощаде. И он великодушно, значит, ну ладно. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица, сука. Да, так и есть. Поэтому я все-таки глубоко убежден, что это, ну, не может быть, даже если ему что-то внушает его окружение обратное, он не может не понимать, что это все иллюзия. Иллюзия, которая, грубо говоря, совсем не отражает реально положение вещей. Доброго, доброго. Но, видите, как здорово, гуляете по Киеву, люди из машин, вас с вами здороваются. да, да. Но окружение все понимает? Да, я думаю, что значительная часть, и те, кто более трезвый, это всегда представители спецслужб, они, безусловно, понимают, они ищут, они придумывают какие-то схемы, как им как раз-таки минимизировать для себя. Каждый думает о себе сейчас. Безусловно. А Путине не думает никто. Нет, нет, давайте простой лакомств. Вот, Дмитрий, представим себе, что Путина завтра заключили в тюрьму, или того хуже там убили. Хоть кто-нибудь выйдет на улице, демонстранты, вообще никто. Советский Союз распался, ни одна собака не вышла на улицу. Ответ такой же, что те люди, общая масса, которая за Путина не выйдет, то же самое сделает и его окружение, абсолютно один в один. Они останутся равнодушны, они не будут думать о своих деньгах, о своих любовницах, детях, о своей безопасности, но они не будут думать о Путине. Он сам построил систему, в которой нет ценностей. Ну, вообще, тех ценностей, которые мы. Вот забота о близких, понимание будущего, еще что-то, у него нет этого. Знаете, как Явлинский когда-то сказал, при всем там к нему негативным отношениям, какие-то вещи он ухватывал. Он сказал, что он не понимает стратегию, он мыслит оперативными схемами. Как его научили в школе. Да, он не смотрит вперед. Никогда. То есть он на тактических отрезках. Удивительно. Удивительно. В этом он силен. Но понимать, куда... Мы вот, знаете, до хрена всяких свидетельств покойный Перес, президент Израиля, он после того, премьерства еще был. Вот эти разговоры. И они реально были. Я просто знаю, что они были. Многие ему внушали, чего ты добиваешься. Ну, если так обобщить. Чего ты добиваешься? Ты не можешь победить Америку, стать вседержителем на планете, вернуть Советский Союз, что к этому является предпосылкой. Я восстановлю Советский Союз. Ты не можешь этого сделать. Ты не можешь повернуть колесо истории. Это не в твоих силах. У нас в армии мой товарищ говорил из Божьей, что хочешь. Да, что хочешь. Что хочешь, скажи. Так он же не отвечал себе на этот вопрос. Как вот он недавно, если вы видели, варник, его приятель по штазе поехал из Газпрома и задал вопрос, а какие у вас, говорит, это говорит государственная тайна. Дословно. Это говорит государственная, я никому не скажу. Не шахматист парень. Да нет, ну там даже не шашист. Ну, шашист может вот так, в Чапаева поиграть. Хорошо. Мы понимаем, что каждый человек из окружения Путина, будь то руководитель ФСБ или олигарх, будет думать прежде всего о спасении своей собственной жизни, о своем будущем, о спасении бабок. Абсолютно точно. Совершенно верно. Какие шаги они могут сейчас предпринимать? У меня иногда складывается ощущение, я вам честно скажу, что вот когда у Пригожина снарядный голод, то это Шойгу и Герасимов специально ему не дают снаряды, чтобы Вагнер не побеждал, потому что они не хотят победы российской армии. Я бы сказал немножко по-другому. Совершенно точно они создают это искусственно. Конечно. Совершенно определенно они хотят, чтобы как минимум не стало Вагнер или не стало Пригожина. Почему? Потому что они его воспринимают и как конкурента, и как угрозу. Враг. Да, и как врага. То есть пусть они все там и сдохнут. Вот их представление. И если ты, конечно, ресурсом не снабжаешь, то, конечно, и безусловно это способствует израсходованию этого Вагнера, о чем сам, кстати, Пригожин говорит. Его даже не надо заставлять ловить на слове. Да, да, да. Он сам просто открытым текстом прямо об этом говорит. Хотят ли они победы? Вы знаете, они ее хотели. И вот как раз... И сильно поначалу. Сильно. Вообще нет сомнений. Помните, вот это, когда просил Хренина, министра обороны Беларуси, Шойгу, позвонить Резнику и сказать, что давай, Алис, заканчивай. Но это же явно, так сказать, ультимативная капитуляция и так далее. Сейчас они поняли, что этого не будет ничего. И тогда уже выгоднее как бы все концы, а Вагнер, безусловно, к таким отношениям. Конечно, обезглавливание, изнасилование, убийство, зэки, шмеки. Ну так, чем больше погибнет вот таких исполнителей, все равно он не на одном уровне с ними, да, тем проще будет потом выторговывать себе. Конечно. Ну смотрите, мы же вот, что же мы можем сделать? Тут уголовники командовали армией, а вы от нас хотите, от профессиональных военных, ну или управленцев. Вы вспомнили Хренина, я сразу подумал о Лукашенко. Смотрите, какой подонок хитрый. Он и сейчас увернется, мне кажется. А я думаю, что нет. Все равно, во-первых, сколько веревочки не веся, все равно, как говорится, совьется куда-то. Ну как он петляет грамотно, колхозник этот, а? Слушай, Дмитрий, вы вообще с ним общались? Вы его даже так химически чувствовали? Да, 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 да. Но видите, какая штука? Животина такая. Да, по-моему, он все это мог делать, но без войны, минус война. Все-таки война вообще все меняет. Ну он скажет, смотрите, он завтра скажет, я ж белорусскую армию не бросил в Украину. Да. Я ж как мог противостоял Путину. Пощадите меня. А ядерное оружие ты зачем, дружок дорогой, решил у себя разместить? Угрожали, жизни лишат, сказали. И я поэтому, но армию не бросил. Ну тогда ему скажут, ты спокойно сплавляйся тогда, поискем тебе способ. Он же не этого хочет. Он же хочет сохранения положения статус-кума. Ну думаю, он дожить хочет спокойно уже. Дожить хочет. Ну там дети, там тоже деньги, но, по-моему, он эту опцию утратил. То есть, кто ему поверит? А если и поверят, и изобразят, что поверили, предложат условия, на которые он не готов пойти. Понимаете? А я думаю, что, повторяю, война, жертвы, агрессия со стороны Севера. Вы же ему задавали вот этот вопрос. Вы говорите, Беларусь позволит собственной территории? Это ужасно было, да. Я его... Еще раз скажите. Да. Никогда. Никогда. По слогам. Никогда. Никогда. Вот. Что мы увидели, мы увидели другое. Вот у меня такой вопрос. А украинская власть или украинское общество, украинский народ, простят ему это когда-нибудь? Ну нет, конечно, никогда. Украина никогда не простит. А с чего ей прощать? Почему бы, извините, трагедия в Буче, я напомню, это Киевская область. Конечно. То есть, если бы войска... Чернобыль вошли, откуда? Да. Если бы войска не вошли с территории Севера, с Беларусья, может, и Буча бы не было? Пограничник хренов. Он мне говорил, я, Дмитрий, пограничник. Да-да, пограничник. Ну вот и ответ, поэтому он найдет свою петлю не с одной, так с другой стороны. Учитывая, что украинцы в ходе войны стали еще более дерзкие, такие, знаете, безоглядки, прямо скажем, из того, что происходит с Кремлем и с другими местами. Чего бы-то им церемониться? Ну, а чего бы им церемониться? Вот и все. Давайте сейчас попробуем предположить все-таки, каким будет финальный аккорд Путина. И когда он будет? Просто пофантазируем. Понятно, что мы не астрологи, не пророки, тем не менее. Нет, мы не такие. Мы исходим из того, что видим и из того, что мы знаем. То, что нам дано было когда-то с образованием, с личным опытом, с опытом других людей. Я думаю, что конец... Но, как писал поэт, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Отзовется, да. И нам предчувствие дается, как нам дается благодать. Благодать, да. Я думаю, что реконструкция здесь в том, что конец его будет банальным, примитивным. Это не будет что-то высокое. То есть, это будет простое, низменное. Ну, вот как у Сталина. Лег, лежит в луже мочи, а там инсульт. А не поймешь, что ли инсульт, то ли... Отравили. Да никто не знает. Пойди там. Я все-таки склонен думать, что, скорее всего, выбор идет между двумя вариантами. Это решение вопроса через последствия войны его окружением. Вот, в это я верю. Другой вопрос, что невозможно сказать, когда, что, почему. А второй вариант, это даже какой-то пауза на его сохранение у власти, но такой безвольный конец одинокого диктатора. А сроки вещь совсем неблагодарная, мы о них судить не можем, но вот такой контур конца, он именно такой. Лежащий в луже мочи Путин, уж не знаю, там отравленный или еще каким-то там... Мочи своей или чужой? Это хорошее время. Это важное уточнение. Даже если это образно, метафорически, то это тоже весело. Что касается отстранения от власти, а его нельзя отстранить, чтобы он уехал на дачу в форос, так не бывает. Он сам поставил так, А в форосе речи вообще нет? Конечно, то есть речь может идти только о устранении физическом. Уж если они вмешаются и решат концы в воду, то этот конец надо очень глубоко в воду, потому что он потянет за собой такое количество. То есть допустить его перемещение в суд в Гааге, это потянуть за собой огромное количество других концов. Вот и выразимся так. А Гаага не резиновая? Гаага не резиновая, да, Гаага совсем не резиновая. Мы сейчас находимся на пороге украинского контрнаступления. Да. Мне меньше всего об этом хочется говорить, я боюсь сглазить. Я понимаю примерно из разговоров с нашими военачальниками и прочими людьми, как это будет и когда. Ну вот давайте попробуем тоже немножко пофантазировать. Допустим, дай бог, все прошло удачно. Что дальше? Ну, когда говорят, что всякая война кончается переговорами, просто какими только, да? Переговорами о капитуляции или же, так сказать, примирением. Я бы сказал, что да, скорее всего это будет некий акт, может быть даже одностороннее заявление государства, союзников Украины самой Украины, может без участия России, но это будет констатация поражения. Вопрос у этого поражения тоже могут быть варианты. Если представить себе, давайте пофантазируем, мы не знаем ничего. Украина начнет контрнаступление, пойдет на юг, юг самое такое логичное место, дойдет до Мелитополя, быстро прорвется к Чонгару, там не до большой расстояния между Мелитополем и Перешейки. Да, конечно. И, собственно, все. У меня есть другие мысли, куда пойдет Украина. Не-не-не, а мы же не знаем, я же не знаю, я аж фантазирую. Но даже в этом варианте, вот просто в этом варианте, плюс отвлекающие какие-то и так далее, даже в этом варианте, ну, а, собственно, за что сражаться, если вас с Чонгаром начнут обстреливать артиллерийскими снарядами, ракетными, точнее, снарядами, всю территорию Крыма. Про мост-то вообще уже речи не идет, он просто достреливает. Тогда совершенно непонятно, что вы обороняете. И вот тут могут начаться уступки, да, вот эти уже ставшие модными передислокацией, покидания, значит, как жесты доброй воли. Да-да-да. Вот тут они могут начаться, потому что в значительной степени это будет способствовать деморализация вообще. Ну, как же, мы же, вот же, как же, мы же вот-вот-вот уже взяли бахмут, а тут вот такое. А взяли в рот в результате. Ну, тут как, кому понравится, ну, просто результат будет чудовищным, деморализующим. Совершенно непонятно, за что вы тогда воевали? Просто Украина, выходящая границем 24 февраля 2022 года. А зачем тогда эти сотни тысяч жертв? Для чего тогда все? А что русское дебильное общество? Что оно понимает вообще? У кого-то в мозгах хоть шевелится, что не просто все идет не по плану, а все идет к трагическому концу? Беда заключается в том, что русского общества как некого единого целого его, ну, в общем, давно уже нет. Есть же, я не знаю, есть же культурно-интеллигентные люди, какие-то профессора, академики, я не знаю, ученые, ну, кто-то же есть. Я думаю, они испытывают фрустрацию огромного масштаба, безусловно, потому что они тоже, те, кто понимают, переживают совершенно для них унизительное состояние, безвольное такое и так далее. Я, кстати, в вариантах конца не назвал ни разу нигде, что это будет народное возмущение, некий всплеск. Нет, на это нет. Я же сразу сказал. Рабы, рабы. А вот, к сожалению, придется эту фрустрацию испытать, и те там, ничтожные, здоровые силы попытаются какой-то, там, не знаю, приемлемый для большинства предложить выход из этого состояния психологического, всякого которого. Потому что у власти нет этого. власть не сможет поставить цель задачи, которые оправдывают это поражение. Поэтому общество останется безмолвно, как сказал опять же Классик. Безмозгло и безмолвно. Безмолвно. Оно будет, как бы, в общем, ждать, что ей скажут сверху, ей скажут сбоку. Снизу. Ну, в общем, отовсюду, но, собственно, это слово будет сказано? Вот ответ нет, не будет сказано. Что для вас победа Украины? Давайте сформулируем. Победа, это безусловно, Да, победа в контексте Украины, это ее реализация исторической миссии, на которую ее не хватило ни в 20 веке, ни в предыдущие веки, начиная с Переславской Рады какой-нибудь. Это, в общем, конечно, в терминальном смысле окончательное подтверждение существования Украины как исторического субъекта, который навсегда, пока до скончания времен, останется благодаря этой жертве существовать. То есть, я часто вот говорил, что для того, чтобы евреям добиться своего государства, нужно, видимо, было принести жертву Шоа. Ну, в метафизическом смысле. Не будь этой жертвой, может быть, их не наградили бы этой возможности. Может быть, я повторяю это умозрительно. Украинцы принесли свою жертву. Я не думал об этом. Украинцы приносят свою жертву как евреи для того, чтобы оправдать эти жертвы существованием будущего государства, которому уже нельзя будет угрожать расчленением, вот давайте распределим между тремя соседями, ну, все вот этой байдой имперской, которую придумывает Кремль раз за разом. Для России это будет, безусловно, катарсис, потому что, ну, не справиться с соседней Украиной и, главное, исторически не справиться. Потому что это же задача была на столетии. Раз за разом. Раз за разом. И вот тут это будет не сопоставлено ни с чем поражение. То есть, вы не найдете ни одного примера такого масштабного поражения. Да? Именно государственного, исторического поражения. Россия непонятно, как после этого переживет это, потому что ей придется самой измениться. А у вас все нормально. А вы верите? Я считаю, что это не вопрос веры или не веры. Это может быть одним из вариантов развития последствий. Потому что, на самом деле, никто не захочет нести ответственность из народов, населениящих, Россию. И это не только не русские народы, автономии, да? Но это и сами русские, разные русские, которые в Азии русской, или на севере на русском, или в Центральном регионе, они скажут, а почему мы должны нести репарации? Это вот Москва, Кремль затем. Ну, лучше отпадем Якутск какой-нибудь, Или там Башкирия. Ну, Якутск, это точно, да. Ну, или что-нибудь в этом роде. Да, у нас тут все есть, алмазики, нефтишечка, газик. А вы там сами разбирайтесь. Вы там сами разбирайтесь. И мы, и Запад даст нам такую возможность. Даже поддержит их, скажет, ну, как правильно, это же не вы же, вы же, собственно говоря, не затевали это всего. Вне зависимости от того, кто реально несет за это ответственности. То есть, если мы говорим о победе, еще раз давайте зафиксируемся. Выход на границы 91-го года Украины, правильно? Да. Дальше. Создание безопасности на будущее, чтобы никто уже не покушался на территорию Украины. Что это значит? Отнять ядерное оружие, например? Может быть, обладать собственным ядерным оружием, а почему нет? Взять, ворваться в Крым, а там сейчас, возможно, боеголовки лежат, и получить пару-тройку боеголовок. А там сегодня у тебя 2-3 чужих с оккупированной территории боеголовок, а потом их стало 100. Знаете, как Израиль действует? Он же не признает еще ни в чем, а однако же поделает. Попробуй его. Оружия у нас нет, но если что... Мы его применим. Поэтому это раз. Во-вторых, у Украины будет миссия, которую Запад ей поручит, навести порядок у соседей. Молдова, возможно, Беларусь. Да. Ну, Молдова точно, Беларусь совершенно очевидно, потому что, а как, извините, жить дальше, если с этой территории с севера всегда может грозить опасность? Демилитаризация России, какая-то зона, да, демилитаризованная, приграничная? Да, если это не распад, потому что если распад, извините, российское государство может быть в Смоленской области. Может такое быть? Да я ничего не исключаю. Россия переживала разные состояния и раздробленности, и всего. Если окинуть взглядом ее историю за столетия, то есть ничего не исключено. Репарации? Репарации обязательно. Почему? Потому что, вы знаете, в русской оппозиции идет спор и дискуссия по этому поводу. Меня считают за Украину, транс-украинцами я называю. Входите в транс и говорите по-украински. Типа я как бы из России, но я как бы за Украину, хотя это глупейшее, глупейшее определение, потому что как раз в интересах русских, коренных русских, чтобы Украина победила. Что касается репараций. Без репараций ты не вернешься обратно в международное сообщество. Если у тебя нет такой задачи, то ты можешь дурака валять и дальше. Но если Россия собирается вновь стать полноценной частью международного сообщества, деньги заплатить придется. Заплатить придется за все, что было разрушено, уничтожено, убито и так далее. Тогда вы можете стать страной цивилизованной, которая будет принята обратно в международный мир, признана полноценным субъектом, ну да, с издержками, деньги. Ну так вы же сами разрушили все. Покаяние россиян, России как государство, вы верите? Ну это более сложный вопрос. И он точно одномоментный. На это уйдут десятилетия. Многие говорят, вот дайте людям пережить. Информацию дайте. Дайте информацию для начала. А я вам скажу так, может быть у других народов и нет такого долгого срока дать России, значит, народу ее десятилетиями себя изменять. Кого-то надо и принудить. А что, если они будут дальше говорить, а мы вот снова пойдем, снова войну начнем. Как говорил Медведев, Грузия принуждение к миру, да? Нет, нельзя позволить людям, которые, значит, живут от себя и считают, что они могут жить, как русские, только завоевывая другие народы, таким надо дать больно-больно по лапам. Очень больно. То есть вплоть до. То есть если кто-то не поймет, что в цивилизованном мире в 21 веке нужно жить, учитывая наличие других народов, их суверенных территорий, их интересов, их образа жизни, их национального строительства, те, кто его отрицают, должны, ну, в общем, как бы страдать. В буквальном физическом смысле. Потому что нет возможности растянуть на десятилетия появление новых поколений, которые примут украинскую государственность и украинскую отдельность. Ну, вы извините меня, что, опять погрузить в сотни тысяч жертв, что ли? Раз за разом, снова и снова и снова, что ли? Если не Путин, то кто? Завтра. Ну, во-первых, только не Путин. Потому что многие говорят, а что, вот, а как? Может быть, Путин не самый худший? А вот представьте, придет Гиркин или Кадыров. Да они не придут. Ну, вот. Первое, это чтобы, не дай бог, упаси бог, хуже, чем Путин, придумать ничего нельзя. Здесь нет сравнительной методологии. Он инициатор и автор этой войны. Абсолютно. И жертва, и всего. Абсолютно. Конечно. Значит, первое, чтобы не было Путина. Второе, тут начинаются варианты. То есть мы понимаем, отдаем себе отчет, что это может быть на каком-то переходном и даже продолжительном этапе человек из окружения Путина, из его... Например? Это могут быть и семейства Патрушевых, это может быть умеренный Собянин, Мишустин. Да, да. Это может быть любой. Парадокс заключается в том, что, скажем, для Украины любой из них будет лучше, потому что не будет продолжения войны. Да, мгновенно закончится. Да, война однозначно. Нет, Путин мгновенно окончает. Русским не станет от этого лучше. То есть они-то могут продолжать еще при известное время находиться под гнетом, но для Украины это окончание войны однозначно. То есть нет у Путина, нет войны. Это, блин, это сто процентов. Дальше начинаются уже вариации самой России. Главное, что это уже не грозит, ну, как минимум, немедленно или там через отложенное время войной самой Украины. Начинается сама история внутри России. Там начинается борьба двух концептов. Один абсолютно прокитайский. Путин сейчас именно его олицетворяет. То есть мы идем в Азию, мы... А Китай об этом знает? Ну, Китай, Китай это использует по максимуму. Китая Путина, тем не менее, раз за разом. А в этом уже и состоится суть... И суть отношения к вассалу. Ты можешь кидать, и тебе за это ничего, а он только будет целовать тебе ботинок. Значит, вот эта часть, которая скажет, ну и что, зато мы целуем этот ботинок, и все равно, и мы вот с ними... Вторая часть скажет, слушайте, нам это все не надо, мы из другого слеплены, мы хотим отмены санкций, мы хотим уступить Западу, чтобы он ослабил удавку. Путина нет, мы не должны, так сказать, вечно нести на себе это бремя, давайте договоримся, чтобы нас отпустили. Пустили, точнее, на Запад, и чтобы мы могли хоть как-то смягчить режим санкций, дать нам возможность жить, территория огромная, ее как-то надо просуществовать, пусть даже не вся территория. Вот эти две группы начнут борьбу, причем ожесточеннейшую. Скорее всего, если, в принципе, такой расклад чреват, то победят именно сторонники ну такой умеренной, тихой европеизации, пусть даже и авторитарной. Я вот в это охотно больше верю, потому что в вопросе с Китаем шансов там никаких, Китай все равно заберет рано или поздно, может через столетие, может быстрее, Восточную Сибирь, Дальний Восток, Северное море и, ну, Забайкалье. Так что вот так, я думаю, что у тех, у Мишустиных шансов больше на вот эту преодоление изоляции, это же целая идея. Вот я пришел, мы сейчас справимся с этой изоляцией, с этими проблемами, у вас появятся карточки Мастеркард, виза, у вас появятся банковские счета, вы сможете ездить за границу. Удавка будет ослабляться не одномоментно, постепенно, но это перспектива, которая достойна, ради которой работать. Вот так. С Алексеем Арестовичем сколько вы сделали программ, вы считали? Да, к сегодняшнему моменту, по-моему, 437-я сегодня вот должна быть. Охренеть! Честно, как это получилось? Вы были знакомы до этого? Мы с ним познакомились в 20... в 21-м году, мы делали эфиры на моем канале, они, конечно, не были так популярны, и они были больше концептуальны, вот, они были о, скажем так, предстоящей войне, они все посвящены войне, их можно посмотреть, они там с июля 21-го года, по-моему, или с июня, один из эфир был с Пянтковским вместе, были потом эфиры на двоих, и я его никогда не видел. То есть так получилось, что я... То есть это ваша идея была, да? Делать с ним интервью регулярно? Да, потому что он был советником нештатного офиса президента, и... А это не офис президента был советником Арестовича? Ну, я не знаю, как, в каком они соотношении там находились, но сам факт, что, безусловно, он человек талантливый был, это было видно, человек, который разносторонне разбирается, так сказать, и политический, и всякие другие, затрагивая сферы, то есть и занятия его психологией, военное образование, ну, и вообще он, так сказать, многообразен, потому что он даже и актерской профессии, не знаю, почему его за него упрекать, я понять все это не могу. Человек занимался там тянуть... У нас много видных политиков из актерской профессии, что... Ну, ну, поэтому... Так я помню ваше интервью с нынешним президентом, то есть это же тоже как бы казалось тогда невероятное, да? А вот подише ты. Да. Ну вот. Поэтому на самом деле я все-таки думаю, что... Лидер свободного мира. Да, лидер свободного мира, и, собственно, Арестович в этом смысле и привлекал, мне кажется, то, что произошло, вот то, что произошло с началом войны, при том, что это тоже произошло отчасти спонтанно, вот регулярность, вот эта дневниковость, это было вызвано войной, а не отношениями Арестовича и Фейгина. Слушайте, у вас на пике, в прямом эфире, я просто горжусь вашими цифрами, у вас было 600 тысяч, да? Было, чуть больше, да. Больше, я хочу для зрителей сказать, в прямых эфирах, у Марка Фейгина, Алексея Арестовича, было более 600 тысяч зрителей одновременно на стриме. Да. Вообще, книга рекордов Гиннеса. Было, но, честное слово, мы ничего специально для этого не делали, то есть мы, мы никогда не рассчитывали, что вот будет вот так, надо вот так себя повести, или что-то сказать, или к чему-то призвать, то есть это произошло как результат событий, которые были вокруг нас, и почему-то вот зритель взял и выбрал именно нас. Он мог выбрать Дмитрия Гартона, он мог быть еще у кого-то, у каждого своя аудитория, но в тот момент почему-то им показалось, что вот диалог на русском языке россиянина и украинца, который, ну, советник Офиса Президента, имеющий информацию, конечно, это важно, да, это тоже сыграло свою роль, оно вот вызвало, ведь у многих говорится о психологическом эффекте. Конечно. Они говорят, что они примирялись с окружающим ужасом и смертью, примирялись через вот этот... Нет, я Алексею говорил, что миллионы украинцев, слушая ваши интервью, ваши стримы, не сходили с ума, не накладывали на себя руки, верили в победу. Это важнейшая психотерапевтическая история. Поэтому упреки там за то, что мы иногда были неточны, что мы иногда не туда, что мы, так сказать, своими передачами что-то провоцировали. Мне кажется, вообще все это теряет значение. по сравнению с этим главным. Волшебные две-три недели, это же классика. Классика это останется, безусловно. Но он вообще у нас, Арестович такой парень метафорический, он умеет сформулировать так, вроде бы, из простых слов, сделать словосочетание или предложение, которое уходит в народ. Понимаете, как вот мне мое любимое не две-три недели, мое любимое другое. Где он сказал, что люди в Кремле и на Западе решили изменить мир, но сумская территориальная оборона решила по-другому. Понимаете? То есть это мощнее даже где-то. Поэтому я бы сказал, что это все вместе сработало. Привет, сумской территориальной обороне. Да. Все это сработало и в общем дало вот этот медийный эффект. И вот смотрите, Москва молча, но признала свое информационное поражение. Да, они провалились, конечно. Да, не там, может, в решающей степени даже нам, царестовичим, пусть не нам. Я не претендую на какие-то эксклюзивные лавры. Но в целом оказалось, что свободное слово, свободная информация, ее обмен важнее любой пропаганды. То есть пропаганда проигрывает свободному слову. Вот о чем речь. Вы ощущаете себя звездой? Нет, вообще никак. Но вас же везде узнают. Ну, понимаете, я прошел уже, я в 22 года стал депутатом Государственной Думы. Ну да. В 22 года? В 22 года. То есть я у себя в городе, конечно, тогда был невероятно известен и популярен, а вот понимаете, в 22 года это имеет значение. Сейчас вы у нас в городе очень популярно. Я уже в другом возрасте, я женат, я, так сказать, уже много чего испытал, поэтому я испытывал такую же популярность, когда я защищал Савченко. В Украине меня любили с этого момента. Это все было волнообразно, как и на американских горках. То восхищались, то наоборот клевали. Но сейчас я просто считаю, что ко мне привыкли в Украине как к ночным трусам. Я не знаю, к тому, что ну вот есть он Фейгин, и хорошо. А понять, что будет плохо, это если я умру или меня не станет. Тогда люди почувствуют дефицит. А так они уже привыкли, как он, ну он и есть, он как предмет мебели, не знаю, какой-то вот. И я, в общем, к этому отношусь нормально. И, так сказать, не ощущаю из этого никакой ни гордости, ни рефлексии. Вот так я бы сказал. 22 года вы стали депутатом Государственной Думы России. Сегодня у вас невероятная популярность в России в том числе. Там тоже есть, да. И дело идет все равно по-любому в России к выборам. Они будут и президентские, и парламентские. Ну есть и свободные. Я о свободных выборах. Нет, я о свободных. Вы собираетесь или хотите конвертировать свою популярность в России в политическое будущее? Вы понимаете, я же был депутатом парламента, я же был депутатом Государственной Думы, поэтому в принципе вот участь депутата, она ну такая как бы естественное продолжение занятий и политикой, и информационным пространством и так далее. То есть я бы, конечно, не пренебрег бы этим. Многие шутят, это превратилось в мемы, что Фегин станет генпрокурором, всех повесит. Я как бы отвечаю на это, что... Не всех. Не всех. Не всех, да. Как это хорошие гробы для хороших коммунистов, плохие. Я к тому это говорю, что, конечно, нужна справедливость, нужно какое-то как бы сатисфакция, такое большое возмездие. И я хочу не сам кого-то линчевать, и не об этом говорю, я внушаю эту мысль, что если вы не накажете тех, кто виноват, и не наградите тех, кто заслужил, вы пойдете против, ну, я не знаю, большой исторической правды, против существа самой жизни. Мое глубокое убеждение, что все, кто заслужил, должны быть награждены за подвиг, не знаю, за добрые дела, а те, кто совершили злые дела, обязательно должны быть наказаны. Вера в человечество не потеряна будет только благодаря этому. Если же этого не происходит, то, ну, вот начинается такой, знаете, релятивизм. И ты прав, и тут прав. Ну, чуть-чуть вот человек там, да, кого-то там послал убивать в булочу, там, голову отрезал, ну, он же как бы, вот, вы понимаете, и вот это меня угнетает очень сильно, что оказывается, что из всего можно вот пробежать. И поэтому моя миссия в том, чтобы внушить людям, что так нельзя. То есть вы станете генеральным прокурором России? Если я стану генеральным прокурором, это помните, как генерал Чернот, я вам уже приеду. Я, говорит, в большевики запишусь, стрельну тебя, сука, и потом выпишусь обратно, поскольку я большевиков ненавижу. У меня к вам личная просьба тогда есть. Там в Москве меня заочно арестовали. Да, 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 да. Уголовное дело по трем или четырем статьям, розыск меня объявили. Да, видел, видел. Вы когда станете генпрокурором, вы это отмените, пожалуйста. Нет, мы отменим, а тех, кто это все принимал, мы обязательно окажем. Тех примем? Абсолютно. А как бы по-другому? Знаете, что делали эти люди? Они же будут потом говорить, мы исполняли закон. Мы же не виноваты. Это есть такой принцип правовой определенности. Ну, вот у вас такой закон, это как пристальнее. Вот расстреливают за это. Ну, что же вы на нас тут тянете? Это же вот такой закон, это же не мы такие. Но так не пойдет, потому что это исключает личную ответственность. А она никогда не может быть, так сказать, снята с лиц, которые осуществляют преступные решения и приказы. Нет, а с чего бы? Это уже суд оценит, так сказать, насколько сознательным были эти действия. Но вот, например, и вы, и я иностранный агент. Ну, про вас и говорить нечего, как гражданин Украины может быть иностранным агентом. Вот это нормальные люди? Я еще в реестре террористов и экстремистов. Ну, это пусть они там придумают из вас. Вы с террористом гуляли когда-нибудь? Да было дело. У меня даже подзащитные такие были. Но вопрос же в другом. А пусть мне объясняют, как можно в соответствии с их же законодательством... Гражданина Украины? Конечно, иностранный. Он агент своей страны. Понимаете? Ну, там логика нормальная не действует. И вот за это будет спрошено. ФСБ пришло, вот пришла ориентировка. Мы же даже не знаем, кто говорит Гордон. Гражданин ли он, украинский гражданин. Нам сказали, мы сделали. А вот за это придется отвечать. Российская оппозиция. Да? У меня, признаюсь вам честно, отношение к российской оппозиции очень специфическое. Очень понимаю. У меня вообще такое ощущение, что она ни на что не влияет внутри России. Да? Не имеет никакого электората, никаких поклонников в плане поклонники. Очень разрозненно. И занимается только тем, что ждет, когда вооруженные силы Украины добьют Российскую Федерацию, закончат с Путиным, и тогда они въедут на белом коне в освобожденную столицу. Что вы думаете об этом? Я вам скажу такую вещь. Ну, первое, очень важное. Другое, к сожалению, нет. Я бы с радостью сказал, да нет, ну что вы, вот есть более правильные. Мы должны честно констатировать вот тот набор. Чаще говорят о либеральной оппозиции, хотя там есть разные крылья, но, к сожалению, это вот тот набор, который есть. И мы исходим из того, что есть, а не из того, что нам бы, конечно, что бы хотелось. Теперь второе. Эта оппозиция, она же, вы понимаете как, она и не придет к власти в полном смысле. У нее есть шанс повлиять на идеологическое будущее власти. Где-то личным присутствием, где-то, так сказать, переходом к ее нарративам самой этой власти. Вдруг она скажет, а мы такие же либеральные. Зачем вам Ходорковский и все остальные, Фейгин, когда у нас есть лучшие гораздо люди-управленцы, но которые будут либеральные. Как в 90-х. И не сказать, что внутри власти нет таких людей, которым проще бы было, как бы, чтобы были 90-е. Да, все накопленное можно себе оставить и изображать из себя, а мы такие же цивилизованные, как все. Вот эту задачу оппозиция выполняет. Она дает эту идеологическую альтернативу всему ужасу, который демонстрирует Путин в силу своей, в общем-то говоря, ограниченности и неспособности к идеологической редукции. А с другой стороны, безусловно, и конечно, оппозиция может стать неким цементирующим элементом, может стать, если появятся новые люди, если появятся новые идеи. В частности, если оппозиция, а сейчас над этим мучительный процесс идет, предельно мучительный, скажет, да, мы вот были неправы, справиться с режимом можно только вооруженным путем, насильственно устранить Путина от власти и добиться признания в качестве силы. Не вот этого бессильного вот этого конгломерата каких-то разрозненных персоналей, политических групп и так далее, а вот полноценной вооруженной силой. Что-то подобное происходит в Украине, потому что есть участники, граждане Российской Федерации, участники ВСУ, в ВСУ есть подразделения, сейчас Легион Свободы России, РДК и так далее, которые в общем и в целом какой-то абрес дают, как должна выглядеть настоящая оппозиция, вооруженная оппозиция. Я бы не сказал, что здесь нулевая вероятность конвертации одного в другое. Она не нулевая. Она маленькая, но она не нулевая. И мне кажется, что если такое произойдет, то все не зря. Все эти усилия и так далее, если этого не произойдет, ну что же, ведь это же исторический проигрыш этим же людям остаться в истории вот такими импотентами политическими. Я-то как раз сторонник этой конвертации. И это не значит, что это снимает с меня ответственность. Конечно, никакую ответственность меня это не снимает. Я в равной степени несу ответственность, что мы не уничтожили Путина. Мы дали этому злу разрастись, знаете, как в мегагалактических масштабах, как вот эта звезда или как это? Стар Ворс. Конечно, мы несем за это ответственность. Это позорище. Мы дали возможность появиться на свет вот этому ужасу. Монстру, да. Да, понимаете, конечно, безусловно, мы ощущаем за это и рефлексию, и все остальное. У оппозиции есть шанс, если она и в этот раз его не использует. А сейчас процесс идет, тяжелейший процесс согласования, какой-то попытки объединения. Если не удастся и в этот раз, ну, будем считать, что все. Русское общество, либеральное, во всяком случае, закончено. А скажите, от Путина вам приветы передавали или от его соратников? Я знаю, что Путину что-то сейчас, если мы говорим о последнем времени, он по судам-то он даже комментировал кое-что, он говорил, двушечка, помните, вот это знамение про Пуссирай? Так это же он говорил о двухлетнем сроке, который выдали моей подзащитной Толоконниковой, ну, участницей Пуссирай. И другие такие же были. Красивая Толоконникова у вас была подзащитная? Я, честно говоря, давно с ней не общаюсь, не знаю, как она тогда была молодая, сейчас не знаю. Ну, хорошая была. Да? Да. Ну, хорошо. Ну, вы же ее защищали. Ну, защищал. Не, я больше, мне моя жена нравится, но, в принципе, можно и так. Значит, я просто к тому, что было как-то, комментировал Песков мое лишение статуса, адвокатское, это явно выглядело как ой, мы тут не имеем отношения, это там сами они, а не его чего-то. Ну, а сейчас я знаю, что они смотрят какие-то эфиры, ему какие-то мониторинги включают. Но, по-моему, Путин, он, скажем так, его мое существование не интересует. Вот так скажем. Живете зря. Красиво, но зря. Ну, так и хорошо, и аминь, как говорится. Я продолжу свое делать дело, он свое, посмотрит, кто останется в конце, как в фильме «Горец». Понимаете? Да, да, да. Зиквист с мечом Нибелунга. А вы сказали о своей жене. Расскажите, пожалуйста, о семье. Жена, дети. Да, у меня сын есть от первого брака. Он замечательный парень. Вот. У меня жена, она намного моложе меня. На много это на сколько? Ну, много. Сильно много. Да. Но я как-то не рефлексирую, у нас все хорошо, и она замечательная, она тоже юрист, адвокат. Тоже вынуждена была покинуть страну, естественно, со мной. И, в принципе, все хорошо, все благополучно. Я думал, что я хороший муж. Я, правда, это, как сказать, я маниакально занят политикой. Меня за это ругают. Я с утра до ночи делаю эфиры, всякой ерундой занимаюсь. Представление нормальных людей это как бы, ну, похоже на маньячество. На маньячество вот такое. Так что вот так. Вот сейчас люди смотрят, как мы идем. Да. По центру Киева смотрят, сколько людей. Вот сидят спокойно, пьют пиво, кофе. Да, спокойно. Жизнь продолжается. Ничего не получилось у него. Вообще ничего. Не получилось. Вот из всего, вот все цели, которые он ставил, я замечу, все до единой. Все провалились. Хорошо, вот такая цель. А мы вот русскоязычное население. Вы представляете, какое, вне зависимости от того отношения к Киеву, какое отношение русскоязычное население Донбасса к Путину, войскам, войне, разрушениям и так далее. Он же ведь и в этом смысле ничего не добился. Да. Они же его ничуть не меньше презирают. Другой вопрос, что, ну, может быть, они и небольшие сторонники киевской власти. Я не знаю этого, да. Может, сейчас это тоже меняется. Так же, как и в Крыму отчасти. Ну, может, в меньшей, поскольку там это эпизодически только задел их. Ну, так ведь он, получается, и того, на что рассчитывал, не добился, да? Да. Вот. Приветствую. Да, приветствую. Поэтому я считаю, что он проиграл все, что можно. А Киев этому яркое, такое наглядное свидетельство, витрина, что, безусловно, ничего он не добьется. Будут люди так же жить, любить друг друга, работать, строить планы на будущее. А он будет умирать. Ну, все. Скажите, пожалуйста, какой главный вывод вы, в частности, и человечество, мир в целом, должны сделать из этой страшной, античеловечной, неестественной, противоестественной войны? Я думаю, главный вывод, что нельзя ее допускать. Что всегда у человечества, у цивилизованного мира, есть инструменты, как это предотвратить, а не бороться с последствиями. Они всегда были. Пусть нам никто не говорит, что раз за разом, повторяясь, начиная от мюнхенской сделки и заканчивая минскими соглашениями, мир раз за разом, близоруко не понимал, к чему все идет. Ни к чему другому, кроме как к войне. Все это должно выработать, возможно, новый механизм предотвращения любой новой войны. То есть люди, мировые политики, общество мировое, общественное мнение должно брать на себя ответственность смелее. Может быть, надо убивать таких людей заранее, понимаете? Может быть, нужно вводить, раньше было санкции. Ну, вот так глянемся, что нельзя было в 2014 году все вот эти санкции вести ровно в момент оккупации Крыма. Конечно. Да еще при Грузии оккупации надо было это делать. И пустить Украину немедленно в НАТО в 2008-м. Все это можно было сделать. Все это можно было сделать. Сейчас на будущее должны быть выработаны новые стандарты мира и безопасности, при которых у таких людей, как Путин, не должно быть ни одного шанса. Тем более, что, смотрите, он же ведь поигрывает именно с абсолютным табу, каким является нераспространение ядерного оружия. Раз за разом он пытается эксплуатировать и шантажировать этой темой. И когда вот люди возмущаются, почему Украина говорит о денуклеаризации России-то? Ну, потому что все боятся, все не хотят жить постоянно под дамокловым мечом возможного удара тактическим ядерным оружием. Вот и все. Никаких других тут объяснений нет. Это не от того, что там, знаете, бесконечный разговор. Вот, все хотят унизить Россию и так далее. Как унизить Россию? Вы всем угрожаете, вы все хотите перебить. Понимаете? А в любом случае я бы сказал, что мир сильно изменится после этой войны. Я убежден глубоко. Он очень-очень сильно изменится. Пришло в движение все, что возможно. Старые противоречия, рост Китая, значит, мировые рынки. Границы изменятся. Границы изменятся. Все поменяется. Перспектива перевоссоздания СССР ее не будет. Наконец уже этот проект уже будет окончательно закрыт. И так далее. Окончательное прощание с советской властью. Да, да. С ней точно. С ней точно, потому что увидев все это, какой дурак очаруется тем, что, значит, можно опять восстановить советскую жизнь, советский строй, советское сообщество, советского человека. Какой нормальный человек. Все же будут говорить, да, это вот кончается вот этим, бучей, связанными руками изнасилованными обезглавленными. Да нет, ну слушайте, чао. Этого уже никто никогда не захочет. Ядерный удар, по-вашему, возможен? Я думаю, сейчас уже нет. Я думаю, сейчас уже нет, потому что нет уже для него энергии. Она выдохлась. Потому что они не применят ядерного оружия, даже токсического по отношению к Украине в результате контрнаступления. Надо посмотреть за его последствиями. А дальше это будет уже странно, потому что проиграв, пытаться выиграть путем применения ядерного оружия, последствия для России будут уничтожающими. Уничтожающими, потому что никто не позволит подвергнуть мир в глобальном смысле такой катастрофе только потому, что один-единственный человек не хочет проиграть, не хочет выглядеть побежденным. За это накажут чудовищно. Просто, просто невероятно. В общем, настроение у нас хорошее, да? Оптимистическое. И не только потому, что солнце светит и Киев весенний, да? О, да. Вы оптимист? Ну, в данном случае, да. В принципе, считается, что я большой пессимист, но вот я как-то с воодушевлением на все смотрю, тем более, когда я приехал в Украину, в Киев, сегодня я буквально приехал на поезде и как-то я так хорошо себя почувствовал. Дело в том, что я вот эти два года там с лишним уже не разговаривал там с большим числом людей на языке там и так далее. Ну, пусть в перемешку русским, украинским. Для меня это большое воодушевление. Я как бы оказался в том, с чем пребывал долго-долго. Вы украинский понимаете? Да, украинский я полностью понимаю. У меня просто нет практики. У меня... Я беру книжку, я читаю, повторяю, закрываю, нет практики, забываю. То есть надо постоянно говорить. А с другой стороны, понимаете, все-таки, я думаю, Дмитрий, моя миссия в том, чтобы говорить на русском, чтобы это слушали в России. Ну, я понимаю, насколько безнадежно это может быть представление мое, но я действительно считаю, что если я могу хоть какую-то часть в России убедить в этом во всем творящемся безумии, то мне кажется, что это надо делать. Потому что я не смогу убить украинскую, она и так все знает, и без меня ей не нужно. Ну, а вот русскоязычный... Слушайте, это очень смешно, но это нельзя было предсказать ни в каком сериале, ни в каком вообще, ни в какой книге. По-моему, Алексей Арестович стоит. Сейчас я посмотрю точно. Да, я узнаю этого человека молодого. Охренеть! Видите, как звезды сходятся иногда. Не говорите. Надо было приехать в Киев, чтобы встретить Арестовича на нашем пути. Я говорю, потрясающе. Это ни в одном сериале нельзя предсказать такого. Здрасте, здрасте. Давай я тебя обниму, Алексей, чего вы что-нибудь. Давай, иди. Алексей Арестович. Надо спросить, что это за подозрительный тип рядом с ним. Да. Ну, что сказать? Редкий исторический кадр. Да. Редкий. Три главных негодяя. Вместе. Вот мы спросим Алексея сейчас. Две-три недели осталось? Ну, до того события, которое мы все ждем? Да. В пределах двух-трех недель. Поздравляю. Ну, раз он сказал, все, так и будет. Быстро, интересно, и ярко. Слушайте, можно было заканчивать нашу программу с Марком, как угодно, но так закончить, я думаю, это жирная точка. Фешенебельная. То есть, победа скоро? Ближе, чем мы думаем. Амбулант за Путиным поет. За Путиным уже машину выслали. Да. Слава Украине. Героям слава. Героям слава, да. Все. Ну, вот, Марк, мы хотели закончить там, да, а решили все-таки подойти к технике. ну, слушай, мощнейше. Уникальная, уникальная хрень, ее в Российской армии, штука, 50, да все. Да, вот таких? Да, да, да. И под Киевом их две, три говорили, я сюда вырезаю. А это вот, БМП-3. Марк. Ау. Вон БМП-3, эти бучанские, это танки, М-100, в общем, много-много чего вкусного. Это легковуха тоже, причем отжатая у нас и где-то ее из-под Чернигово. Я ее на трассе еще видел, когда ее, по-моему, не знаю, или похожее. Очень красноречивое высказывание. Да, тут еще зимой лежали тельники, догоревшие, там, ватники и прочее. вот это БМД-2. Аллюминиевая машина. Башня, вообще, да. Есть изобретение советского гения, которое там тает, изгорает, здесь не задвесит. Но зато выбрасывается с самолета. Выбрасывается. Ну да. А машина? Ничего не осталось. Да, это застреленных на трассе. Где-то они пытались, там, старшая команда наносить сигареты и прибивали. Кошмар. А это? Печатники, это когда была 24-я независимость, выставили 185 мильц. А, я видел, да. Дети радостно лазили. На Крещатике была впечатляющая, конечно, да, выставка. Лучше всего было прикольно, когда дети лазили по нему. Они без вас брали. Лучше всего. Киев за три дня. Да, пожалуйста. Монетату вас каждого вечера дивится. Ну, правильно. Он, смотрите, вот молодой человек тоже. Можно даже такого же фото? Такое? Такое? Спасибо. Давайте же вам уникальный фото. Спасибо вам. Да, не за все. Можно вас так? Ну, давайте все разу. Все, давайте. А можно я так уже? Да. Ну, Семен, Давайте все вместе. Подходите все вместе, а кто-то снимает. Да, давайте. 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 Мы всегда слушаем. Подходите, подходите. Обожаю внимание. Так, так, так. Видел, обожаю. Фейкин, боже, нет. Я каждый вечер не была. Правильно. Слушаю вас. Давайте. А можно сфотографироваться? Давайте, давайте. Юра, возьми этот самый. Да, давайте. Давайте. Сфотографируйте, пожалуйста. Сфотографируйте, пожалуйста. Супер. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Так. Дякую. Горного дня. На взаим. На взаим. Ребята, ты сюда. Конечно. Давайте. Так. Иди в серединку, да? Не скрывайся. Скажешь, молодежь. А по центру идем. Дякую. Осторожно, голова. Голова, осторожно. Аккуратно, не ступайся. Можно вам руку? Можно. Да. Слава вам. Юра, слава. Молодец. Гарно ханя. Вставайте, поссоро. Бегиным. Добрый. На, добрый. Вставайте, поссоро. Там не треба скрывать. Давай, конечно. В общем, в центре. Ну как. А может, я с вами смогу? Да, вообще. Конечно, дуже. Тебе привітайте. Здравствуйте. Все. Дякую вам. Дякую вам. Все. О, звісно, да. Це ж найбільше. Энергодар вітаю. О, скоро-скоро. 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 Доброго дня. Доброго дня. Конечно, о чем разговор? Молодежь? Молодежь. Молодежь тоже. Такая линия. Ну ладно. Дети, все. Да. Сюда. Хотела крема? Хотела. Ну, будем обрежать. Я думаю, что я не справлюсь. Селфи? Трех. Четырех. 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 Ну, надо, чтобы меня опознавали. Так. Давайте. Да, конечно, конечно. Спасибо. Спасибо. Иди, Алексей, да. А, то и делай. Мы сегодня не по форме. Понимаю. Не слабый, да? Да. Меж крапольком. Двое детей. Трое. Старшему двадцать. Все пацаны. Молодежь. У вас фотографов. Да. Ну, ребята, на этом все. Мы забираем Алексея Арестовича. Точно так. И куда-то пойдем. Пойдем куда-нибудь. Куда-нибудь пойдем. Да. Выпьем за победу. Святое дело. Да. Да. Заодно можно продвируем программу. Да. Прекрасно. 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 Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok